Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и ребята-разработчики выложили на продажу контейнеры с новой премиумной машинкой, которые мы сейчас с вами обсудим. Я скажу свое субъективное мнение, а вы напишите в комментариях свое, согласны вы со мной или нет. Ну уж тем более напишите, если у вас получилось из этих контейнеров машинку получить. Итак, Торнваген. Что он собой представляет, мы поговорим чуть позже. Поговорим сначала о составе того, что вы берете себе в контейнере. Вы берете в контейнере вероятность получить что-нибудь из вот этого. 100% вы заберете себе талисманы. Если вдруг вы прям совсем зажиточный чувак, то вы можете купить себе 3 набора по 10 контейнеров и таким образом собрать себе машину. Потому что именно такое количество талисманов в количестве 30 штук вам необходимо для того, чтобы собрать себе данную премиумную тачку. Я, честно говоря, считаю, что 17,5 до на 3 раза это уж слишком дохрена, уж простите, за танк 8 уровня. Ну не стоит он столько, реально. И объективно он не стоит столько. За эти деньги вы реально можете купить себе половину ангара премиумных машин. Что касается того, что вы можете получить отсюда голду, ну окей, хорошо, голда типа может выпасть, но может, ребята, не выпасть. Смотрите, с вероятностью, допустим, там в 5,5% вы получите 100 золота. Короче говоря, на золото особо тоже губу не раскатывайте. Я думаю, что вы ограничитесь в получении бустерами и какой-нибудь там сертификатик на свободку получите, и это будет ваш максимум. Есть, конечно, однозначно количество игроков потенциально, которые получат все-таки данную машину, но не может быть полностью ноль. Но все же, я думаю, все будет не настолько жирно, как здесь прорисовано. Что касается других возможностей по получению данной машины, я бы не сказал, что возможность другая. Система оплаты немножко отличается. Вы можете купить себе эти контейнеры за реальные бабки, но опять-таки за 20, допустим, баксов вы можете купить себе в любом случае где-то порядка 16 или 17 тысяч золота и купить себе, ну допустим, танк 10 уровня премиумный. Пускай в базе, пускай лысый, но все-таки это десятка будет. Что касается того, что вы еще можете приобрести за те же самые 16 или 17 тысяч, вы можете взять себе, ну минимум, 2 восьмерки годных, нормальных. Поэтому, ребят, я не вижу абсолютно никакого смысла тратиться, ну вот по таким вот ценам на приобретение кота в мешке. Причем еще под большим вопросом, будет ли там сидеть данный кот. Это что касается того, что сколько стоит. Теперь давайте обсудим саму машину. И я не знаю, честно говоря, как правильно поступить, обсуждать данную машину, глядя на ее ТТХ. Я покупать себе эти контейнеры не планирую по одной простой причине, потому что я не настолько зажиточный чувак, чтобы тратить такие бешеные бабки на то, чтобы возможно себе ее получить. Что касается ТТХ, которое заявили и того, что было написано на постере. На постере было написано, что если спрятать свой типа слабо бронированный корпус, то круто отыгрывать от башни. К этому вопросу мы вернемся чуть позже и тут я имею немножечко другое мнение. Что касается ТТХ, то в принципе здесь, ну прям такого, знаете, вау-эффекта я не ощутил. Да, классные углы склонения вниз, минус 10. Разброс для тяжелого танка абсолютно нормальный и адекватный. Время сведения пока безбожное, но я понимаю, что его можно улучшить. И все-таки то, насколько комфортно отыгрывается время сведения, разброс, углы склонения, скорость полета снаряда, это все необходимо заценивать в боях, поэтому здесь я не буду цепляться, но все-таки вот эта цифра в 5,5 меня смущает. Что касающееся среднего урона, то в принципе он нормальный для уровня, он не выдающийся, но и в то же время не является унылым. Что касается пробитием, тоже абсолютно адекватная нормальная цифра. Время перезарядки, оно тоже в пределах нормы. Оно хотелось бы, конечно, чтобы у тяжелых танков перезарядка была у всех поголовно там 8 или 10 секунд, но, ребят, надо все-таки отдавать должное броне данной машины, ну и, соответственно, понимать, почему время перезарядки ей существенно уменьшили, чем могло бы быть. Что же касается, ребят, вопросов по бронированию, то обратите внимание, машина действительно классно бронирована. Я не буду говорить, что это там прям что-то плохое. Вот те части, в которые в основном прилетает, они действительно классные. Обратите внимание, 270 в башне, я говорю без приведенки, потому что с приведенкой там вообще, в принципе, зашкаливающая какая-то цифра. Здесь 258 в прямой проекции, крылья наши по 200. И что касается нижнего бронелиста, да, здесь, конечно, очень слабо, но должна быть ахиллесова пята в любой машине, потому что в другом случае она просто не будет, ну, быть возможной к пробитию врагами, но и, соответственно, это будет существенный дисбаланс. Когда говорили спрятать свое вот это вот тело, я ожидал, что там будет какой-то безбожный картон, а башня будет супер бронированная. Нет, здесь классно сбалансировано все. И обратите внимание на высоту силуэта танка. То есть, в принципе, когда ты стоишь и играешь прямой проекцией, просто закрыв нижний бронелист, я больше чем уверен, что пройти этого чувака будет очень сложно. Для себя понимаю, что его время перезарядки сразу подсказывает, что самостоятельно стоять бодаться, либо где-то в улочках каких-то между домами, либо если рядом с вами есть союзники, тогда да, окей, тогда клево. Главное, чтобы на борта не зашли, потому что здесь, да, действительно, картон, вопросов нет, сзади вообще магнит для фугасов. Поэтому в целом, ребят, отыгрывать, ну, как бы вот так вот в прямой проекции однозначно потенциально очень клево. И что самое противное, что очень часто я рекомендую ребятам, если вы не можете пробить машину, бейте ее фугасами вот сюда вот в основание башни. И сразу будет залетать вот в эту верхнюю часть, да, то есть там, где зеленая, в верхний лист вашей туши. Ну и, соответственно, туда фугас будет заходить осколками. Здесь же, ребят, реально проблема, здесь бить некуда, здесь нет башни по бокам, она тупо срезана. И получается, что даже если вы фугасом попадете куда-то вот сюда, то здесь настолько, настолько, ребят, мало места, чтобы пробить, прицелить. Ну, короче говоря, это разве что в каком-то клинче, если этот товарищ будет стоять прям вот прям ровно-ровно у вас стволом. Короче говоря, ребят, я думаю, что он будет довольно неприступен в первое время, пока ребята не найдут к нему подход. Ну, а подход к нему, я больше чем уверен, находится где-то вот здесь вот в бортах. И первое место, которое мне сразу бросается в глаза, и, скорее всего, игроки будут делать такие ошибки, уезжая ромбом за какие-то преграды, в частности за здание, вот сюда вот будут пробивать однозначно. Вот в этом я уверен на 100%. Это будет первое место, куда будут забрасывать, и я уверен, что будут бить вот сюда вот через каток. Поэтому, ребят, те, кто будут сталкиваться с этим товарищем, ну, вот единственное, что могу посоветовать, выцеливать вот это место, ну, или пытаться зайти как-то по бортам или в корму. По крайней мере, в первое время, пока мы к этому товарищу не пристреляемся. Что касается сравнения данной машины с другими. У нас на восьмом уровне, ну, просто несчетное количество тяжелых танков. Я отфильтровал так, чтобы получилось по Альфе, в первую очередь, плюс-минус совпадение, то есть поубирал такие машины, допустим, как Экшен Икс, у которого крайне малая Альфа по сравнению с другими, ну, в общем, скорострельных чуваков, я отсюда повыбрасывал. То же самое я сделал с теми ребятами, у которых барабанная система, либо система дозарядки. Вот вот этих вот всех товарищей я отсюда поубирал. Нет их здесь. А, нет, один все-таки остался. Защитник. До свидания. Что касается того, что я говорил, по ДПМ. Смотрите, машина средняя, да, то есть не супер высокий какой-то там ДПМ ей дали, но и далеко не низкий. Обратите внимание, что те ребята, которые имеют выше ДПМ, они имеют все ДПМ 20, ой, господи, 2035, а у него 2000. Ну, 35, 32 даже, да, единицы суммарно к ДПМу, ну, ни о чем. Ну, вот просто ни о чем, поэтому можно сказать, что ДПМ у нее действительно хорошо заявленный. Пробитие у нее тоже нормальное, у этой тачки, абсолютно классное. Есть ребята, которые пробивают больше, но все-таки 248. И это всего три, три мастодонта данной игры. Я бы даже вот этого Индепенденс отсюда убрал, потому что, в принципе, это тот же самый Т-34. Таким образом, получается, что машина и ДПМ довольно неплохо вооружена, и хорошим пробитием, и альфа у нее хорошая по уровню. Выстрелы в минуту, в принципе, нормальные. Перезарядка терпимо классная, я бы сказал. И калибр, в принципе, как бы не является там слишком большим, чтобы плохо пробивать, как говорится, и слишком маленьким для того, чтобы наносить мало урона. Вот все действительно очень классно и хорошо взвешено здесь. Что касается доходности, ее пока скрывают, я ее не знаю. Если кто знает, пишите в комментариях. Не люблю врать моим зрителям, да и не собираюсь этого делать. Что касается подвижности машины, то по заявленным характеристикам машина действительно классная. То есть, да, она там уступает какой-нибудь WZ-112-2 или еще кому-нибудь, типа, типа 57-го. Но, ребят, в целом она лучше, чем, допустим, WZ-111. Она лучше, чем Skoda T-56. Поэтому данная машина, она действительно на данный момент очень хорошо, я бы сказал, скомпонована, да, вот по идеальности сочетания характеристик. Понятное дело, что, скорее всего, потом ее будут нерфить. Потому что, если она будет разрывать сейчас рандом, ну, мало от этого будет удовольствия и счастья для всех остальных, кроме владельцев данной машины. По доходности мы не смотрим, потому что 14 игроков, это ни о чем, и это, скорее всего, либо несколько счастливчиков, которые только ее получили, а, скорее всего, те скиловики, которые ее обкатывали. У кого есть доступ к этой машине по определению, предоставленной компанией-разработчикам. Короче говоря, ребят, возвращаясь к теме, скажу следующее. Машина просто обалденная, по крайней мере, по своим заявленным характеристикам. Я не катал ее. И я с удовольствием бы заимел такую себе машину. И, честно говоря, вот этот вот силуэтик, он мне даже чем-то нравится, он действительно чем-то нестандартным. Понятное дело, что у нас до этого появился на 10 уровне концептик, который, в принципе, является вот тем же самым, только более замыленным. Не такие острые углы, не такая острая башня, но, в принципе, придержан тот же самый. И я хотел бы себе данную машину, но, ребят, очень дорого. Реально, для обычного обывателя, да даже не обычного обывателя, просто для человека, который донатит в игру, но умеет считать деньги, это просто чума какая-то, а не ценники. Будете ли вы покупать, пишите обязательно в комментариях, если получили данную машину, напишите о своих честных впечатлениях и напишите, с какого конкретно контейнера по счету вам данная машинка выпала. На данный момент у меня лично все. Возвращайтесь, пожалуйста, на канал. Огромное спасибо вам за просмотр. И обязательно подписывайтесь на канал, это единственный способ развивать данное начинание, ну и конкурировать с другими. Спасибо вам большое за поддержку меня лично. Мира, друзья мои, и спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok